Приготовить восхитительную пиццу прямо в Майнкрафте? Легко. Для приготовления вам потребуется измельчить пшеницу, а с её помощью создать тесто. Далее скалкой придаём пицце нужную форму и можно приступать к начинке. Тут уже можете использовать либо правую кнопку мыши, либо специальное меню. Также модификации добавляют новые культуры по типу кукурузы, оливок, огурцов, томатов и прочих ингредиентов, большую часть которых вам необходимо будет нарезать на разделочной доске. Однако пиццы чего-то не хватает. Соуса! Кстати, делается он при помощи помидоров, которые вам нужно потоптать своими ножками. Но в довершение готовки поставьте пиццу на плиту. Также в игре появится два костюма для доставки, который увеличивает скорость и добавляет сумку для разноски пицц. Ну и костюм повара, дающий огнестойкость. Хотите шашлычок из клонятины? Они же вроде просто испарятся при получении увечий. А, точно. Далее к менее аппетитному, но более... Эм... Странному моду. К модификации Мистикл Оак 3 добавит... Да, вы правильно всё поняли. Суть в том, что если вы найдёте это дерево, а спавнится оно довольно редко, оно будет выдавать различные диалоги, фразы и прочие разговорные компоненты, коих в моде более трёхста. Вдобавок существуют некоторые слова-триггеры, ведущие к особым диалогам. Уточняется, что лучше не тревожить дерево днём, так как вы разбудите его и уменьшите доверие к себе. Если же вы попытаетесь его ударить, он просто вас оттолкнёт и перестанет отвечать. Единственное, вы можете заметить английский язык. Да, мод на английском. Возможно, если поискать, то и получится найти русификатор, но... Не буду врать, мне просто лень это делать. Теперь же перейдём к моду, названному Биоманси, который получил версию 2.0, хоть и в бете. Модификации предоставляют механики, взаимодействующие с кровью и плотью. Так у вас будет нож для добычи особых ресурсов, когти, которые нужно покормить, дабы они работали эффективнее, множество различных блоков, часть которых помогут в создании новых вещей, либо просто необычной механики, ну или просто декоративной, банально. Меню блоков, как и сама моделька, созданы довольно хорошо. В моде также присутствует инъектор, который позволит вкалывать себе и мобам различные сыворотки, дающие какие-либо эффекты, дебафы или особые свойства. Думаю, краткости с модом хватит, я планирую сделать на него полный обзор, так что подпишите, чтобы не пропустить. Да-да, самый жесткий байт, который я смог придумать. Вы знали, что с сундуки умеют ходить? Нет? Я... мне кажется, или такая подводка к моду уже не раз была? Короче, модификации Living Chest добавит живой сундук из игры Don't Starve, который призывается специальным посохом. Сундук имеет очень красивые анимации и звуки из игры, однако, если вы умудритесь его убить, то повторно заспауниться он сможет только через 10 минут. Также его можно заставить находиться только на определенном месте, если поставить посох на землю. Согласитесь, хоть сундук и поможет в различных ситуациях, однако порой их... просто лень делать. Хм... а может заставить жителей это делать? Модификация Villager Workers добавит возможность дать жителям различные профессии, которые можно будет использовать при наличии новых рабочих мест. Однако для того, чтобы их нанять, потребуются изумруды, может быть, хоть так и не станут реально полезными. Если вдруг вы захотите дать своим рабочим лучшее снаряжение, или наоборот забрать что-то, то можете нажать shift и правую кнопку мыши. Также советую строить для ваших жителей дома, выделяя для каждого кровати сундук, так они смогут выспаться, набраться сил и излечить раны, но вдобавок будут потреблять меньше еды. Сундук не зря выделен, ведь лучше дать им сундук и около рабочего места, дабы они могли складывать в него вещи. Но всего у нас существует 9 видов профессии. Это шахтер, который будет копать шахты. Капец и логичный. Лесоруб, фермер, рыбак, пастух, который будет стричь овец, также... орнитолог, я не знаю как его назвать. Два вида мясников, ну и торговец, который будет вместо вас торговать на серверах. Однако защищаться жители так и не смогут, так что ожидаем зомби апокалипсиса. Кстати о зомби. Существует мод, добавляющий несколько видов проработанных зомби, каждый из которых имеет свои особенности. Болотный. При атаке накладывает отравление и слепоту на пару секунд. Спавнится вау как неожиданно в болотах, а при смерти создает небольшое облако с отравлением. Зомби эскимос имеет шанс заспавниться с копьем. При атаке без копья накладывает медлительность, а с копьем имеет большее отбрасывание. Если же он сам получает урон, то периодически роняет сырую рыбу. Ну и иногда спавнит злых волков. Мумия. Ну на английском мамми. Мумия постоянно спавнит жуков, которые будут вас атаковать. Если же атакует сама мумия, то накладывает на вас голод. Оживший шахтер. Спавнится под землей и имеет три ранга, которые можно узнать по его кирке. Чем лучше кирка, тем выше ранг, а соответственно выше урон и шанс выпадения хорошего лута. Замороженный. Имеет пассивный чарли дохода. При атаке замораживает игрока. При заморозке игрок не может двигаться и открывать инвентарь. Горящий. Спавнится в аду, имеет огнестойкость и поджигает вас при атаке. Когда он получает урон, то на некоторое время становится сильнее и быстрее. Если он упадет в воду или будет долго находиться под дождем, то станет обсидиановым. Так зомби значимо медленнее, однако будет иметь еще больше урон и защиту. Еще интересно, что горящие и замороженные будут сражаться при встрече. Капитан Мертвая Борода. Имеет иммунитет к отбрасыванию, а также постоянно спавнит помощников. Когда его хп будет на исходе, он создаст бочку с ТНТ, подорвав и вас, и себя. Однако, если успеть быстро его уничтожить, можно получить ресурсы, схожие с теми, что вы находите в затонувших кораблях. Бессмертный. Сомнительное название для существа, которое можно убить. Может заспавниться лишь в грозу. При атаке наложен на вас эффект, под действием которого будете периодически получать молниями по шапке. При низком здоровье начинает использовать вращающиеся атаки, которые восстанавливают ему хп. И вот вроде бы такой сильный моб, но вот... Без грозы победить его будет невероятно легко. Сегодня вместо обычной рекламы, я хотел бы сделать личную рекомендацию, за которую мне не платили. Сервер Слаймдек, разрабатывающийся моими знакомыми, основан на ваниле, но при том имеет некоторые дополнения для более комфортной игры и отигровки ролеплея. Так, на сервере улучшен чат, добавлены звуки стука, лупа, показывающая кто что и когда сделал, возможность вдвоем кататься на лошади, бросать топоры и мечи, делать закла... Ну это вам уже в Питер. Также добавлено немало новых крафтов, улучшена рыбалка и, главное, появилась возможность спиться к 20 годам. Согласитесь, выглядит потрясающе. А что если бы они спавнились повсеместно в мире Майнкрафта? Мод Крайтерс и Компаньонс позволит исполнить это желание. А начнем с рыбки Кои. Они спавнятся только в реках и имеют две расцветки. Живут они стайми и при нахождении рядом с которой вы получите эффект удачи. Их также можно переносить в ведрах, а при гибели они выпадают в виде предмета. И вам их не жалко? Далее Сминог Дамба. Спавнятся в глубоком океане, имея 4 расцветки. Это оранжевый, персиковый, желтый и фиолетовый. Как и Кои, его можно транспортировать в воде, но вот при гибели не дропает вообще ничего. Выдры. Единственный в моде моб атакующий игрока. Они часто плавают, питаются рыбой и скрывают раковины моллюсков, тем самым имея шанс выронить жемчужину или панцири. Лив инсект или лиственный жук. Да, не уверен с переводом. Они также имеют несколько вариантов расцветки, что, как я понял, зависит от биома. Но спавнятся они в лесах. Мобы просто... иногда двигаются. Ключевое слово иногда. Красные панды спавнятся в джунглях и постоянно спят на деревьях. Также их можно разводить при помощи бамбука. Нет, б***ь на деньги. Единственное, что еще может красная панда, это украсть ваше сердечко. А дальше будет... Дум невероятно красочная, особенно в добиваниях игра, которую можно перенести в Майнкрафт при помощи мода MS Doom. Он добавит как противников из этой прекрасной игры, так и оружие из нее же. Хоть мод нужен скорее, чтобы просто побегать с ним немного, однако качество его исполнения отрицать нельзя. Пиромансер. Пиромансер, прилично себя мне не пос... Но это нельзя было не вставить, это лучшая отсылка. Модификации добавят в игру магию пламени. Для начала ищем огнедрево, которое даст блоки, не страдающие от огня, исчезающие в воде и поджигающие игрока. Также из него делается особый верстак. Далее создаем книгу, необходимую для работы нового верстака, где мы будем создавать новые предметы. Также мод добавляет новых мобов и парочку адских биомов. Ну и разумеется оружие. Разные варианты булавы, улучшения для мечей, рогатка, серп, посохи, перчатка и некоторые другие виды необычного оружия. Также есть довольно красивая броня. Но для более поздних этапов игры есть босс, который роняет предмет, способный активировать адский реактор, который будет призывать легион пиглинов. Мод, который почти все использовали, но мало кто конкретно скажет, что именно он добавляет. Ведь Кварк привносит невероятно множество абсолютно разных вещей от банально новых мобов и блоков до анимированных эмоций для персонажа. Вдобавок появляются различные невизуальные механики, дополняющие ванильные, либо вообще заменяющие их. Мод довольно большой, так что вместо распинаний здесь я оставлю это на отдельный ролик. Ну а на этом все. Хотел бы напомнить про наши соцсети. Это Телеграм, группа ВК с рисунками и Вау у нас сожил Бусти. Сейчас на нем часто выходят спойлеры к роликам, да и сами ролики на сутки или двое раньше, чем на канале. Так что если хотите поддержать выход роликов и смотреть видео раньше других, ссылка есть в описании. Напомню и про соцсети человека, создавшего музыку для видео и обработавшего для него же звук. Их вы также можете найти в описании. И спасибо всем за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. На этом я не прощаюсь. Да ему повезло, я пока что собака гуляю. У меня есть плейлист. Соседям 5 часов отборного тяжелого рока. Гениальный план. Включаешь одновременно жесткий рок, одновременно звуки дрели, одновременно звуки плачущих детей. Чтоб жизнь в Альзе не втыкала. Это симптомат Prozent. Это симптоматический рок, одновременно звуки.